привет эта игра под названием дэйма 1998 и мы продолжаем что у тебя здесь лежит вообще я могу например нет не могу выйти нужно связаться с кем слез хозом перед уходом ладно что у тебя здесь это книги о поведенческой неврологии и когнитивных расстройствах учитывая мой недуг я стараюсь узнать об этих вещах как можно больше ну молодец в принципе ты действуешь правильно но ты мог бы вниз вообще сбегать поискать свои таблеточки которые ты уронил я могу сюда выйти могу но не буду или буду там что-то лежит я смогу связаться говорит сэм уокер я на вышке у охотничьего перевала меня кто-нибудь слышит прием мой сменщик до сих пор не пришел кто-нибудь знает что срешлось купером лесхоз меня кто-нибудь слышит кто-нибудь вот черт кто-то стучится он подумал что это сменщик алло детка к нему стучались или нет я не понял сам наконец-то я пыталась до тебя дозвониться что случилось прости я кажется отрубился кошмар при приснился ужасный детка мне наверное все таки не хорошо без таблеток прошло всего несколько часов а я уже чувствую цем срочно возвращайся домой что что не так можно и так сказать нужно поговорить пожалуйста возвращайся о чем поговорить дорогая черт блин я уже несколько часов не принимал таблетки надеюсь справлюсь идите на парковку ты не хочешь это убрать вообще это глупо все вот так раскладывает тут же никакого поддона нет ну ладно как знаешь можно хоть осмотреться вроде все чудесно ладно идем я насмотрелся можно и спускаться зонта у него видимо нет поэтому придется мокнуть на улице блин рубашка у него наполовину заправлена мог бы хотя бы определиться заправлять ее или наоборот доставать думаешь что крутой да у перед и чтоб тебя я тебя опять прикрывать не собираюсь да все успокойся ты не даешь мне мысль закончить интересно за кого мы будем играть третьего и связаны ли вообще судьбы этих людей то есть там у нас какой-то спец агент тут деревенщина третий непонятно кто возможно они где-то встретятся в конце я не знаю возможно это просто три разные истории так я же могу ускоряться совсем про это забыл это так глупо то есть я могу бегать на shift могу по дефолту просто ходить хотя обычно по дефолту делают бег у его накрыла чего не дохнуто он нет у меня начинаются галлюцинации ладно обычно по дефолту все бегают на какую-нибудь кнопку нажимаешь они идут если нажимаешь еще кнопку то ускоряешься тут же все сделано по-левому вообще то есть надо нажимать одну кнопку нажимать вторую кнопку но вообще мне интереснее было играть в прошлый раз и сейчас чем в самых первых сериях на этой тупой базе она была максимум скучной а вот бегать уже по городу и вот здесь по лесу это куда интереснее где же машина купера да и где он сам блин то есть он подумал что раз купер к нему не пришел то наверное он находится на парковке да сидит ждет пока дождик закончится что-то бредово немного тебе не кажется это твоя тачка ладно а где мои ключи от машины блин я их на вышке оставил ну ты баклан нет серьезно здесь у нас что вещь каких-то туристов которые пропали несколько дней назад не очень понимаю почему местная полиция этим занимается нормально но мне кажется это не галлюцинации или галлюцинации просто он видел зомбаков то есть полиция нашла улики и вот так их просто разложила в одном месте все улики которые у них имеются и никто их не охраняет серьезно серьезно то есть вот он может просто сейчас взять все поджечь или разбросать или спрятать и никто об этом даже не узнает потому что за этими вещами никто не следил ну понятно как они здесь работают бежим наверняка сейчас кто-нибудь нападет это что ключи я понять не могу она наверняка меня будет лупить поэтому будем убегать вообще странно что у него больше нет никаких запасных таблеток раз это такая жесткая болезнь у него они должны в кармане лежать в какой-нибудь или упаковочке или просто так в кармане а у него просто была баночка которая стояла где-то там на краю этой вышки всего за пять минут одна глупая комбинация смешала все фигуры на моей доске впрочем кэ мог бы гордиться судьбой уготованной нами для кинсайта но мне предстоит многое сделать и заткнуть других игроков настал мой черед ходить все он доехал 70 миль после утомительной поездки на джипе по ветряным дорогам на красном хребте сэм возвращается домой в хижину на окраине города его беспокоит недавняя ссора с женой и ему все сложнее себя контролировать ведь он уже несколько часов не принимал лекарства но дома то у него должно быть лекарство доехал до дома супер класс а у меня здесь нет этого прибора который был у спецагента или может у меня какой-нибудь телефончик будет смартфончик там какого черта свет выключен ты же не оставила генератора включенным на всю ночь я у него никак ничего не могу посмотреть я кстати вот подумал документы которые я нахожу может это намек на реальный сайт то есть там вроде постоянно пишут один и тот же сайт и какую-то ерунду код или типа того так может они хотят чтобы я заходил на их сайт и вводил эти комбинации и читал какие-то новости почему здесь так темно и у него каким-то чудом оказался фонарик ну ладно войдите в дом да твоя жена наверное уже мертва хотя может те записи нужно смотреть здесь на компах да я так и думал что нельзя выйти не знаю ладно идем что же дом милый дом ты рад? сейчас тебе придется грохнуть жену тебя есть? какая-нибудь бита хотя бы дорогая 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 а может у этого чувака будет ближний бой было бы неплохо потому что вот у того агента ближнего боя как я понял вообще нет и он постоянно страдал ну не знаю возможно он сейчас схватит пушку блин эти видосы не могут гладко просто идти написано то что 50 кадров но это явно не 50 она повесилась? ой это как раз агент какой-то вот это и эпик был штаб штаб говорит агент лев вы меня слышите? прием пилоты дельта предали компанию пытались украсть образцы которые мы забрали из эгиды вследствие этих действий был вынужден устранить майора морфея второй пилот ворон пропал без вести агент журавль получил смертельное ранение во время конфронтации долбанный предатель тебе это срок не сойдет у меня с собой исследовательские данные последний целевший образец полукса запрашиваю срочно эвакуацию прием запрос принят статус миссии обновлен прекрасно добраться до места встречи у больницы при святого сердце эвакуация назначена 2230 максимальный приоритет для доставки исследовательских данных пристепенная задача найти черт меня отрезали хотя какая разница я знаю куда ты собрался агент лев ну вот эти истории как-то связаны мы это поняли за кого я сейчас интересно играть буду дальше вот за эту деревенщину или за агента я им уже свои позывные дал чтобы хоть как-то их отличать потому что имена я не запомнил хотя того вроде зовут лев без имени а это у нас сэм какие-то следы возможно это кровавые следы галлюцинации ну ладно так и вот его мертвая жена она что-то хотела сообщить но не успела нет 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 о господи только не это проснись проснись пожалуйста проснись странно говорить проснись у нее и руки там нет ну зачем зачем я настоял чтобы ты пошла со мной это я во всем виноват какой же я дебил а может тут все заразились в том числе его жена надо было просто оставить тебя в городе с а он не заразился потому что он был в лесу вообще прости детка мне очень жаль сейчас как кусанет себя и почему он таблетки не принял он же дома дома у него по-любому должны быть таблетки или ему нравится ходить и видеть глюки нет она не настоящая это все иллюзия он таблетки берет да сразу нельзя было дедка просто оставайся тут я с тобой вернусь обещаю надо найти урода который ты сделал я найду его сам у него там и нога что ли отрезана а нет больница при святого сердца он направляется туда а я вслед за ним а вдруг этот мужик вообще помочь хотел или типа того то есть он пришел она была заражена например ее укусили он такой о нет у нас только одна возможность тебя спасти отрезать руку попытаться отрезали это не могло не помогло она превратилась он стал ее душить потом пришел вот этот деревенщина ну и все было уже так как мы видели хотя кто знает может он просто пришел и начал ее душить и отрезал руку потому что он очень странный маньяк извращенец то есть нам сейчас вон туда надо берется да наверное да не просто же так у нас там дверь была ну вообще ты мог бы взять хотя бы лопату что ли то есть он сказал что найдет того типа но что он ему сделает кулаками начнет бить неплохая задумка так там уже зомбачок этот ничего брать не хочет у меня проходит сохранение эй ты что ролланд ты что ли погоди-ка я разве не паралитик уйдите от нападения ну ё-моё ладно давай смещайся в эту сторону и потом мы такие оба на ускоряйся ох блин там еще один ох уж эти видосы какого да что с ними со всеми не так они что с ума посходили надо вернуться в город чтобы а нет бред видимо он здесь всех знает а у него дробаш хватай так ладно ладно боеприпасы стоит экономить по крайней мере на этом моменте я не знаю как будет дальше с этим так так это у нас так патроны а тут не будет этих тупых магазинов да которые надо заряжать то есть здесь нашел патроны он заряжает да да если да то супер вот сразу бы так тихо 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 так прощай это что ворона мертвая хотя по сути их можно было не трогать просто обижать забежать опять таки в дом а хотя тут и так открыта дверь ну ладно я не жалею что я их убил а то они могли серьезно мне помешать тут у нас подвал но я не хочу туда пока идти так ладно давай посмотрим что здесь тут видимо какой то романтический ужин был одна свеча вино это снюс похоже кайфовали брали от жизни все что ты хочешь найти в подвале хотя возможно тут очень много боеприпасов но патроны а вот блин я думаю что в комарку какую-то пришел что за фигня это оказывается лестница что ему мешало вот здесь просто перелезть было бы куда проще стоп 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 лежи отдыхай дробовик это вообще тему не то что вонючий пистолет в какую мне сторону здесь вот что-нибудь лежит да давай перезарядочка супер в принципе можно и ускориться почему бы и нет там вон я вижу еще одного зомбака мертвая лиса главное не мазать и все будет чудесно хотя здесь промазать намного сложнее чем из пистолета а как он выжил подумаешь толстый но башка то у него такая же как и у остальных ага блин сдохни не знаю стоит ли всех мочить давай вот на эту сторону переходи вот это очень быстро тихо не хватай не хватай закрывай за собой закрывай да боже хватит плеваться найдите подсказки которые помогут включить фуникулер не если бы я всех убивал я бы вообще сдолбался так это что у нас повернуть система безопасности все еще работает нужно ее отключить ну дорогая элиас наконец-то пришел тот самый день я весь год о нем мечтал и вот дождался когда я буду рыбачить у реки и наслаждаться прекрасной природой обязательно вспомню о тебе обязательно а ты юный друг будешь париться тут в четырех стенах и работать гидом для немногочисленных туристов которым не лень сюда тащиться на самом деле твоя единственная задача следить чтобы эта ржавая железяка вообще работала несколько дней ты будешь править этим царством но как я тебе уже сто раз говорил достаточно просто помнить основы во-первых всегда поддерживай нужный уровень топлива иначе придется лезть напрямую в систему насосов под баком во-вторых иногда экстренный тормоз фуникулерия заклинивает в этом случае придется разблокировать его вручную для этого сними предохранительную пластину в-третьих это конечно очевидно но ставни нужно открывать каждое утро и закрывать на ночь проще паренной репы да уверен ты справишься кстати если вдруг заскучаешь не стесняйся брать мою колоду карт в компании с солитером время летит незаметно увидимся на следующей неделе удачи скот ладно вот здесь что зомбачок молча идет а ну пошел сдох сдох не сдох не сдох а так о минус голова минус рука отличный выстрел предохранитель один ошибись это ты прочитать не можешь ну ладно как хочешь мне тоже не интересно да а давай посмотрим что у нас здесь а ладно стой давай вот сюда добежим сначала используйте предохранитель да одна есть мы открыли ворота дальше тут может определенная комбинация нужна или что да так так ох ох это надолго тут слишком много рычагов почему бы не сделать 4 ясненько но я почти справился три уже есть пусть и этот правильный ура все осталась одна какая-то ерунда спускаться нам надо нет там что-то про спуск писали что тут так фигово видно все я все сделал нет ага вот сверху нужные точки то есть вот эти две должны не гореть нижние непонятно ставки 1 2 повернуть пятерку повернуть тройку вот это не должна гореть вот это должна а это не должна гореть блин я просто все рубаю оба на блин нижняя не должна гореть ну давай на тройку да и что дальше а вот это еще не должна гореть 2 стоп вот эта верхняя должна гореть ну ладно уж потому что справился как же я ошибался допустим это горит стой не выходи дальше мы на 5 делаем на 5 не они да ё-моё такое неудобное управление здесь дальше этому включили блин как это сложно а я могу это сбросить нет почему здесь нет кнопки сброса всегда должна быть кнопка сброса чтобы начать сначала да боже я не ту кнопку нажимаю оба на не это у нас не должна гореть да что ж будешь делать это может надолго затянуться вот что можно сказать точно так вот это еще лишняя да стоп горит верхняя а вот это не горит оба на ну можно на 5 сделать еще на 5 на 3 это очень странная ерунда как быть вырубили вырубили вот это лишняя ерунда вот это должна быть включена блин вот это должна не гореть и с нижней непонятно что аллилуйя вот это была тупая головоломка очень я просто рандомно все это чудил ничего не считал ага это развалюха работает доберитесь до больницы на фуникулёре я иду за тобой говнатый кусок ох и достанется тебе когда я тебя найду вот так угроза став свидетелем жестокой расправы над женой сэмюэл начинает преследовать таинственного безжалостного убийцу и прибывает в город чтобы отомстить он приезжает в кинсайт на старом фуникулёре и оказывается у больницы при святого сердца в которую направился убийца однако на парковке у здания он видит нечто совершенно неожиданное что же он там увидел? что посеешь то и пожнешь дальнейшие события нарушили мой план штаб штаб говорит лев я в точке эвакуации ожидаю прием вас понял лев отряд альфа направляется к вам выдерживайте позицию и устраните всех противников здесь нет противников конец связи не так быстро агент думаешь тебе удастся выйти сухим из воды? морфей как это вообще возможно? я знаю не больше тебя но тебе что ни капли не интересно как твой выкрутост на меня повлиял? давай лев у тебя есть еще один раунд покажи на что способен а потом сдавайся да не, сдаюсь, я на самолет опаздываю да и срать я хотел на этот ваш бокс стреляй в голову нужно отдать вам должное, майор, двигайтесь вы быстро а получится двигаться быстрее пули не, не, не герой повержен ротолет тебе не поможет так что ты по колено в дерьме стреляй ручонки тоже придется запачкать ты хотя бы вспоминаешь иногда что ты со мной сделал на озере гром нет, что ж на этот раз ты на моей территории, паскуда и это ты будешь истекать кровью, а не я ох, срань господня как же долго я этого ждал потому что мм тебя запомнят предателем а ты впрямь слишком много кудахтал знаешь, твоя жизнь, она как бокс наводишь соперника на мысль, что сделаешь одно, а на самом деле другое ты сам во всем виноват, Лев в конце концов, это же ты мне таким сделал ну хватит, Лев, прекращай трястись пусть тот мужик стреляет ему в спину нокаут блин, да, я почему-то тоже вспомнил про руку что возможно наш деревенщина возьмет этот прибор пожалуй, и так нам обоим было бы проще жить обстановка на доске ухудшилась следующий, кому предстояло заткнуть рот Сэм Уокер особенно теперь, когда я потерял контроль над пешкой и возможность вернуть наши драгоценные образцы осмотрите тело оперативника но я думаю, что на этом можно закончить осматривать будем уже в следующий раз пока пока Субтитры сделал DimaTorzok